Всякий раз, когда бомберы выходят на тихую охоту, надеются на полное инкогнито. А когда попадают в руки правосудия – на его снисходительность. Вот и Виктор Калиновский, хоть и признал свою вину и вроде как раскаялся, не мог смириться с наказанием, которое запросил обвинитель. Мол, слишком сурово, а ведь есть за что. К тому же у Виктора Калиновского на момент совершения преступления была непогашенная судимость. Умышленно, из хулиганских побуждений, беспричинно, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, совершили деяния, сопровождающиеся повреждением чужого имущества. Так, дополняя преступные действия друг друга и находясь в состоянии алкогольного опьянения, им были учинены надписи на остановочных пунктах общественного транспорта в агрогородке Большие Радваничи, а также на остановочных пунктах города Бреста, расположенных по улице Октябрьской революции, улице Рябиновой, остановочный пункт Грибной канал в городе Бресте. Нецензурные фразы и намек в процентах. О чем идет речь, несложно догадаться. Очевидно, так молодые люди 20, 22 и 18 лет пытались выразить свою гражданскую позицию. Неудачный способ. Мало того, нанесли ущерб предприятиям, на балансе которых находились остановочные пункты. Ущерб был причинен на сумму 263 рубля Брестоблдорстрою, дорожно-эксплуатационному управлению номер 138 и на 94 рубля Куббрестка ДЭП. Ущерб полностью возмещен. Двое из трех нарушителей признали вину и раскаялись. Но наказание последовало. Виктор очень расстроился. В зале суда это было заметно. Даже заплакал. Главное, чтобы эмоции эти вызвало искреннее раскаяние, а не злость и ненависть. Чтобы наказание отбыл и продолжил жизнь достойно. У него еще есть все шансы осознать и исправить ошибки. А вот нераскаившийся друг вряд ли об этом задумывается. Лучше бы это нет, также категорично звучало в голове, когда там зарождаются мысли о преступлении. Кстати, родители обвиняемых на приговор не пришли. Очевидно, им было бы непросто. Не хочется думать, что это безразличие.